По заявлению ЦИК, действующий президент России Владимир Путин набрал 87,28% голосов избирателей. Видимо, он будет занимать пост главы государства еще 6 лет. Или не будет. В любом случае, мы уверены, это последний срок Путина. Несколько других цифр. Коммунист Харитонов на втором месте, у него 4,31%. Третье место будет Слава Дванков, «Новые люди», 3,85%. Четвертое место – Леонид Слуцкий, «ЛДПР», 3,20%. Однако, вы знаете, не все так просто. Сегодня в дело вступил метод математика Шпилькина. Если коротко, это метод, который выявляет, сколько голосов было накинуто победителю за счет вброса бюллетеней и переписывания протоколов. Для этого берется распределение голосов за разных кандидатов с явкой на каждом отдельном участке. Если выборы прошли честно, такого давно, конечно, не было, то распределение за кандидата лидера и всех прочих кандидатов должны быть одинаковыми. Ну, то есть, отличаться только по абсолютному значению за счет разного количества голосов, а не по форме. Однако, вброс за одного из кандидатов влияет на распределение. Он увеличивает и явку, и результат. Журналисты из «Новой газеты Европа» воспользовались методом Шпилькина раньше всех и пришли к удивительному выводу. Путин получил не менее 31 миллиона голосов с помощью фальсификаций. То есть, около половины голосов за него было брошено. Еще раз, около 50% всех голосов. За несколько минут до эфира мы связались с Романом Удотом, это экс-сопредседатель голоса, и мы попросили его прокомментировать эти данные. Роман, здравствуйте. Публикация в «Новой газете Европе» появилась по методу Сергея Шпилькина «Математика». Журналисты проанализировали итоги президентских выборов и пришли к выводу о том, что рекордное количество голосов было брошено за Путина на этих выборах. Около половины. Вы не могли бы как-то подробнее рассказать об этой информации? Действительно ли 50% голосов за Путина – это просто фейк? Вот, давайте, я, честно говоря, не смотрел, не смотрел сейчас их публикацию, потому что мы все делали массив данных, но так как я делаю интерактивный инструмент, у меня это дольше занимает. И у меня получилось 20 миллионов голосов, а у ребят, которые работали под руководством Шпилькина, 22 миллиона получилось. А всего у Путина сколько у нас сейчас официальных голосов? 50. Ну, в принципе, да, в принципе, чуть меньше половины украдены, да. Ну, вот такая аномалия, по крайней мере, так вырисовывается на уровне страны. Объясните, пожалуйста, подробнее, из каких данных получаются такие цифры, такой масштаб фальсификации? Мы берем официальные данные ЦИКа, мы берем, предполагаем, что в низких явках мы имеем честные УИКи, и по пропорции в районе частных УИКов мы строим соотношение по всему, по всему, господи, боже мой, русский язык, по всему спектру явок. Ну, это, собственно говоря, есть метод Шпилькина. Поэтому я не видел еще публикации в новой газете, я видел то, что сделали ребята с расчетом от Шпилькина, я только что сам опубликовал свой интерактивный инструмент, и, в принципе, у нас получается в районе 22 миллионов голосов. Если у Путина это у нас, сколько там, 50, но, смотрите, те данные, которые мы спарсили, они без новых регионов, потому что ЦИК не публикует новые регионы, он их скрывает, но, тем не менее, и этот парсинг, он включает в себя пока только 80% данных. Мы не стали ждать, 80% уже достаточно для того, чтобы мы могли сделать выводы. Вот в этих 88%, где 50 миллионов голосов у Путина, из них порядка 20 миллионов голосов носят аномальный характер. Эта брешь образовалась благодаря ДЭГу? Нет, в этих данных нет ДЭГа. В этих данных нет ДЭГа. Так устроен сайт ЦИКа, который не публикует, вернее, он публикует ДЭГ отдельно. Для того, чтобы провести тот анализ, о котором мы говорим, нам нужны данные по каждому участку. Опять-таки, ДЭГ тем опасен тем, что он скрывает данные по каждому участку, он их спрессовывает в один ТИК. И в этом ТИКе мы не можем разглядеть всякие аномалии. Поэтому мы, ну они и не публикуют их вместе. Поэтому то, что удалось скачать, то, что мы раньше анализировали явку, до этого поступали информации о фальсификации явки, там включен ДЭГ в те УИКи, в которым приписаны эти избиратели. Так уж у них безумно устроена система, это не наша вина. Когда они публикуют данные, они отделяют ДЭГ отдельно, прячут это все в одну коробочку, и там ничего не разглядишь, потому что это один большой ТИК. Все остальные данные публикуются как раньше, как Сергей Александрович разработал метод много лет назад, так мы его и используем для этих маленьких обычных УИКов. Как именно вбрасывались голоса, мы понимаем? На какой стадии, кем? Как вбрасывались, так, сейчас дайте подумать. В принципе, это искажение вызвано тем, что у Путина аномальное количество голосов на высоких явках. Это может быть вброс руками, это может быть карусель с пачками за Путина в руках. Одно и то, и то и другое приводит к увеличению явки и одновременно увеличению только одного кандидата. За счет того, что этот кандидат растет, а остальные остаются на том же месте, мы эту аномалию и ловим. Мы говорим, что в этой зоне, в зоне высоких явок, не то соотношение, которое было в зоне низких явок. Давайте-ка мы тебя скоррелируем. Скоррелируем, как он пишет, Шпилькин пишет, ну, в общем, короче, откорректируем. И смотрим корректированный Путина, и смотрим не аномального, остается аномальный Путин. Вот он разлагается на две части, на аномальные и нормальные. Вот, ну и, собственно говоря, так как Сергей Александрович никогда не обвинял в фальсификациях, он просто мягко говорил, это аномальные голоса. И он вычислял эти аномальные голоса. Роман, я бы попросил нашу аппарату еще раз вывести вот этот слайд на экран. Если удобно, мы могли бы с вами его сейчас обсудить и прокомментировать. Это вот как раз информация от новой газеты Европы. Вы могли бы пояснить мне и нашим зрителям, собственно говоря, что мы тут можем разглядеть, какие выводы мы можем сделать из этих графиков. Мы видим тут три линии, собственно говоря, это голоса за Путина, голоса за Путина без аномальных голосов. И сумма по другим кандидатам. Сейчас, секундочку. Это, знаете, такая гонка вооружений. Кто быстрее, кто красивее сделает. Да, примерно у меня тоже получилась такая же картинка. Значит, то, что мы слева видим в районе 40%, мы считаем, здесь были честные уики. Давайте исходить из этих соотношений. И видите, дальше, если мы растем в сторону высоких явок, то мы видим, что Путин уходит выше и выше. И вот эта вот красная зона, это аномальные голоса. Это нарушение той пропорции, которая была в начале. В начале пропорции, в начале шкалы от 30, ну скажем, до 50%. Давайте возьмем это за норму, посмотрим, какие там соотношения кандидатов. И потом мы уйдем в высокие явки и смотрим там соотношение кандидатов. И то, что Путин, где он превышает это соотношение, мы говорим, ты аномальный. А остальные нормальные. Вот эти аномальные голоса, видите, у них 31 миллион получился. У нас не получается 31, у нас получается 20. Но тут надо смотреть, какой они брали парсинг, на какой момент. Я тут не вижу общего количества. Но в любом случае принцип тот же. Кстати, если вы вернете опять график обратно. Да, клик, верните, пожалуйста. Да, смотрите, это называется пила Чурова. Если видите, пики на равных процентах. Повторяются, да. Да, они повторяются, они будут на равных процентах. У меня, например, можно навести мышку, и видно, что 75, 80, 85, 90, 95, ну там и 98 почему-то получилось. Но вот эти пики, которые 95, 85, 75, мы всегда их называли пилой Чурова. И это то, что уики подгоняют психологически, непсихологически, мы не знаем. Но мы каждый раз видим эту картину, и мы не видим эту картину в других странах. Как вы думаете, за счет чего получились такие фальсификации? Полностью зачищены поляны, нет наблюдателей. Из-за этого я верно понимаю. Да, абсолютно нет наблюдателей. Соответственно, делай, что хочешь, гуляй, рванино, никто тебя не остановит. Нет видеотрансляции, опять-таки, делай, что хочешь. И, в общем, они сделали все, что они хотели. Они каруселили, они выбрасывали, они, вероятно, приписывали. Приписывание тоже приводит к такому же эффекту. Никому не приходит в голову приписывать аутсайдерам. Все приписывают только Путину. И таким образом растет одновременно явка и растет одновременно его результат. И мы попадаем в эту правую часть, в красную зону. Вот так она и формируется, эта опухоль. Роман, такой наивный, романтический вопрос, но не могу его не задать. А есть ли какие-то сейчас механизмы, чтобы признать выборы нелегитимными, незаконными, подать жалобу, заставить рассматривать этот график и эту ПИУ тех, кто за это должен быть ответственным? Ну, во-первых, скажем, да, будем говорить честными, никто никогда статистические данные не использовал в судебных разбирательствах, к сожалению. Но они говорят о том, что произошло там и там и там. Я могу даже называть вики, где явно происходит аномалия. А давайте-ка там возьмем функцию мозга, давайте возьмем там протоколы, давайте откроем мешки и посчитаем, сколько там на самом деле было голосов. Как правило, после этого крысы съедают, подвал затапливает, сгорает. Все, что угодно происходит с мешками, но никогда не удавалось их пересчитать. Ну вот таким образом они прячут концы в воду. Но таким образом статистику можно проверить уже с точки зрения, как называется в суде, допустимых доказательств. Давайте в конце разговора подытожим. Если исходить из ваших расчетов, из вашего анализа, сколько процентов за Путина, если вот по честноку, как говорится? Я пока не готов сказать. Понимаете, нас не должно волновать, сколько процентов за Путина как таковое. Нас-то волнует, ну, по крайней мере, меня лично, да. Меня больше волнует наказание преступников, которые сфальсифицировали результаты. И если преступники будут наказаны, результаты будут отменены, будет повторный пересчет голосов или повторное переголосование, тогда мы увидим настоящие результаты. Сейчас мы можем ошибиться в любую сторону. Мы можем вычесть эти голоса и все равно сказать, что Путин победил. Но это не так, потому что, допустим, там у других кандидатов просто уничтожались эти бюллетени, как-то там они их превращали в недействительные. Надо смотреть. Потому что уже много раз такое было, когда мы, грубо говоря, механистически выделяли Путина аномального от нормального и говорили, ну, он все равно победил. Но он победил, потому что, а, у него не было равнего кампейнинга, люди, зная, что он победит, все равно не шли на участки и прочее, прочее. Когда люди узнают, например, что происходит во вторых турах, когда почему Единая Россия проигрывает вторые туры, потому что люди вдруг понимают, что ничего себе, мой голос что-то значит, я пойду и проголосую. То же самое произойдет, если будут отменены результаты и будет объявлен пересчет или там повторное голосование, люди скажут, ничего себе, там кто-то решил порядок навести, давайте я тоже встану с дивана и пойду. То есть вот эти все фальсификации, они часто носят отпугивающий характер, как полосатая шкура тигра, ты хочешь пройти куда-то, ну, ты смотри, тебе придется схватиться с этим чудовищным хищником по тотальной фальсификации. И люди опускаются, руки, вот эти все наши вялые кандидаты, которые идут просто понарошку, они их знают, потому что их не пустят дальше. Но если они начнут понимать, что на самом деле из этого хищника можно содрать хорошую шкуру, она будет украшать их, то это совсем меняет весь расклад, и поэтому проигрываются вторые туры, и поэтому люди встают с дивана и прочее. Поэтому нам гораздо важнее, скажем так, наказать, пересчитать, добиться честного подсчета, доказать, что был нечестный подсчет, чем просто механически вычесть одно из другого и сказать, ну, он Сиро победил, но там 63% у него, а не 87%. Удивительные факты, удивительные цифры. Друзья, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал и писать комментарии. А с нами в эфире был Роман Удот, это экс-сопредседатель «Голоса». Да, я просто сделаю анонсы, «Голос» сейчас тоже готовит свое, я свое опубликовал, «Голос» сейчас публикует, «Новая газета» опубликовала, истина где-то посередине. У меня гораздо ближе к «Голосу» будут данные, которые делались под руководством Шпинтина. Но, тем не менее, мы будем внимательно смотреть, что получилось у «Новой газеты». В любом случае, эти миллионы голосов, это, честно говоря, миллионы преступлений. Роман, для наших зрителей, где можно будет ознакомиться с вашим анализом, с вашими расчетами? Я опубликовал у себя в Твиттере, сейчас пока просто набегу. Что касается «Голоса», я так вижу, что там готовится публикация на сайте. Ну да, «Новая газета» опубликовала уже у себя. Метод Шпилькина. Около 50% голосов, судя по всему, были футболизированы. Спасибо большое, Роман Дот. Спасибо вам. Друзья, посмотрели это видео, но не подписаны? А вы подпишитесь. У нас много интересного, и механизмы Ютуба сразу покажут вам все самые сливки нашего контента. Ну и отправьте ссылку на это своим друзьям, родственникам, ну или просто в общий чатик. Спасибо, что вы с нами. Мы не разочаруем.